Ребята, ну а теперь нам понадобится тетрадь по грамоте и ручки трёх цветов. Ручкой с зелёной пастой мы будем писать какие буквы? Правильно, которые обозначают мягкие согласные звуки. Ручкой с синей пастой мы будем писать буквы, правильно, которые обозначают твёрдые согласные звуки. И ручкой с красной пастой мы будем писать гласные буквы. Хорошо. И гласные первого ряда, и гласные второго ряда. Пропустили две клеточки от последней работы и написали слово ЕМ. И помним, что звуки мы слышим, а буквы мы пишем. Звуков-то два, а буквы у нас Е одна. Пишем ЕМ. Пропустили клеточку. Клеточку пропустили. ЕЖИ. Не забываем про те правила, которые мы с вами проходили. ЕЖИ. Клеточку пропустили. ЕРШИ. ЕРШИ. Молодец, пропустили клеточку. ЕДА. ЕДА. Пропустили клеточку. Следующее слово – это будет имя девочки. Поэтому первую букву мы напишем с вами заглавную. Высотой в две клеточки. Е. Молодцы. Тетрадку убираем в сторонку и слушаем, какое у нас с вами будет домашнее задание. Домашнее задание. Мы берем пропись по грамоте, находим страничку, где написана буква Е и выполняем это задание. Первое. Нужно заштриховать заглавную строчную букву Е пастой какого цвета? Конечно же, красного. Штрихуем сверху вниз, справа налево. Затем мы выполняем второе задание. И потом выполняем третье задание. Третье задание. Нужно написать одну строчку заглавную букву Е, вторую строчку строчную букву Е. Пастой, правильно, красного цвета. Хорошо. Сегодня мы с вами первый раз начнем читать вот по этой книжке. Букварь, которую написала для нас Надежда Жукова. Открываем страничку там, где у нас буква Я. Буква, которую мы с вами проходили в прошлый раз. И читаем все вот эти столбики до вот этого рассказа. До вот этого рассказа. Вот это ваше домашнее задание по чтению. Ребята, вы были молодцы. Вы занимались очень хорошо. И я вами очень довольна. Занятие окончено. До завтра.